Примерно в таком возрасте я пришел, абсолютно не умел плавать Александр Мальцев с улыбкой смотрит на начинающих пловцов Им примерно по 7 лет Именно в этом возрасте он пришел в синхронное плавание Тогда не думал, что станет первым мужчиной-синхронистом России Я полюбил этот вид спорта, остался и начал Ну, очень целенаправленно заниматься И надеяться, что я выступлю рано или поздно на официальном уровне Так и вышло 5 лет назад в Казани он стал чемпионом мира Затем в 16 и 17 году Фина признала Александра Мальцева уже лучшим синхронистом планеты Его пример вдохновил татарстанца Артура Коршунова Артур Коршунов единственный мужчина-синхронист Татарстана После 10 лет спортивного плавания он решил уйти в нетипичную для мужчин дисциплину Артур считает, синхронное плавание только для девушек стереотип И то, что с партнершами выступаешь И просто сам по себе очень интересный вид спорта Еще интереснее его делают партнерши по команде Сборная республики традиционное женское исключение только для Артура Коршунова Он один парень в окружении целого бассейна девушек Поэтому ему, конечно, было неловко сначала Но со временем, конечно, уже привык Всего через несколько месяцев тренировок спортсмен смог завоевать Кубок России И с тех пор он любимец зрителей и команды Изначально было непривычно Сейчас уже привыкли как одна команда Да, помогает нам все время Сумки носит, там что-то тяжелое И Артур Коршунов, и Александр Мальцев своим примером показали Синхронное плавание не только женский вид спорта Здесь нужна и сила, и крепкое мужское плечо Поэтому я думаю, что дальше больше И главное, чтобы мальчиков набирали И появлялись и группы смешанные Рабель Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Закажи рекламу на ТНВ Телефон в Казани 5705100 Хотя ты не прибходишь И по сути на材 хrous Интернет животных Сказали Будево В Pause Субтитры создавал DimaTorzok